Вынесен приговор 58-летнему приморцу, обвиняемому в совершении экологического преступления. В августе 2019 года в Уссурийске полицейские остановили автомобиль Toyota Ipsum. При осмотре в багажнике автомобиля сотрудники полиции обнаружили шкуру животного, занесённого в красную книгу и находящегося на грани вымирания. Её хранение и перевозку осуществлял житель села Воздвиженко. Мужчина уверял, что более 20 лет хранил шкуру леопарда, подаренную ему знакомым, и планировал продать её. Противоправную деятельность гражданина пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Приморского края. Изъятую шкуру направили на исследование. Экспертиза установила, что она принадлежит дальневосточному леопарду, занесённому в Красную книгу. Охота на него запрещена. Смерть зверя была насильственной и наступила вследствие двух огнестрельных ранений. Следователями следственной части Следственного управления Управления МВД России по Приморскому краю в отношении Приморца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 258 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконная добыча, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации. В судебном заседании Приморец признал вину и раскаялся. Уссурийский суд признал подсудимого виновным в совершении экологического преступления и назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ. Напомним, дальневосточный леопард – самая редкая из крупных кошек на планете, находится на грани вымирания. Хищник занесён в Красную книгу России и Международного Союза охраны природы. К началу 21 века дикая популяция этого зверя практически исчезла, охота на него запрещена с 1956 года. Власти России и Китая совместно разработали и реализуют специальную программу по сохранению и увеличению популяции исчезающего животного. Так, благодаря созданию сети особо охраняемых природных территорий, в том числе нацпарка «Земля леопарда», численность дальневосточного леопарда удалось увеличить с 30 до 90 особей. В настоящее время эта дикая кошка всё ещё находится на грани исчезновения. В Китайской Народной Республике за убийство дальневосточного леопарда предусмотрена смертная казнь.